привет заходи всем привет мы и дима катя митяевы живем в геленджике дано очень редко избываем так как постоянно старается находиться в горах мы выбрали здесь место так как рядом гора рядом море и это для нас на лучшее место надо очень долго думали где на самом деле остановиться до этого больше такой был цыганский образ жизни постоянно путешествовать данное настроение но геленджик наверное одно из таких самых лучших мест по климату и для тренировок начнем с того что постоянно как минимум наверное пару раз в неделю поступают вопросы где взять такую кепку но это кепка специально для атлетов ротбул можно взять там например кепку ротбул формула-1 там или еще но чисто бронированные кепки для атлетов сделаны только для атлетов и мы не можем их дарить там тем более продавать поэтому друзья все кто хочет кепку такую получить шанс только стать атлетом рыбу идем сначала от сентиментальности к правде к критике что вам дают контракты нет ну начнем наверное с того что принципе достаточно много когда изначально мы искали да это было сложно и очень хорошо что нам повезло с адидасом в дальнейшем конечно же было уже больше предложений они постоянно появлялись но все-таки мы как бы хотели быть полезными для брендов чтобы бренды были полезными для нас у нас все контракты имеют финансовую поддержку что достаточно важно потому что чтобы развиваться финансовая составляющая здесь как бы скрывать не буду это одна из основных да и нужно хорошо питаться нужно ездить тренироваться в хороших местах чтобы с этим хорошо подготовиться поэтому финансовая составляющая ну и каждый бренд если возьмем мы например там атитас да конечно же там наша семья наша жизнь но это экипировка полностью то есть полностью мы экипированы до этого мы получали экипировку в россии то есть до прошлого года с этого года все немножко сложнее мы получаем мы только в европе в европе нужно как это привести постоянно такая возникает проблема небольшая там едешь куда-нибудь с двумя чемоданами тебе еще там 5 6 коробок пришло и нужно как это все привести ищите димин контакт на авито но как бы все вот так вот все просто вы был у нас контракт без финансовой поддержки прошлом году спорт марафоном это единственный был контракт и его как бы ну сейчас нет это adidas red bull электролюкс суунта и у меня еще с леки контракт леки это палки не все знают так ну давайте дальше пойдем пойдем как альтернатива дорожка и велостанок это неотъемлемая часть и когда допустим нет времени или не успеваешь выйти на улицу потому что там плохая погода то круто работу можно сделать на беговой дорожке вторые тренировки принципе практически всегда это велотренажер я тоже отличная альтернатива без ударной нагрузки да но еще так можно сказать зона для ленивых иногда на улицу лень выйти здесь как бы слез с кровати с ноутбуком сюда писал телефон там лекцию посмотрел на беговая дорожка и велостанок это конечно классно если есть возможность также вот там гиря там что-то штанга мы бы конечно взяли бы больше 3x который дверь цепляешь дверь закрыл упадел то есть принципе полноценно можно тренироваться дома это на беговая дорожка вот самый минимум если брать именно если тренируешься там не просто ходишь по ней чтобы похудеть то это начинает 100000 вот самая наверное простая вот на 100000 такая беговая дорожка стоит это мы не очень там и довольны потому что процент на ней 20 процентов уклон должен был быть а написано 20 на самом деле мы перемели 15 пришлось он доску попал она из-за этого начала скрипеть уже и велостанок хочется их два тоже начать мне катя подрила велосипед и да взяли мы два велостанка буду теперь вызовите соревноваться вообще с дома не выйдут но этот велостанок очень удобно круто потому что у него еще уклон регулируется тоже если кто соберется брать велостанок берите сразу нормальный то есть чтобы он нормальные ваты показывал если уклон регулируется классно потому что многие берут там за 5-10 тысяч на авито 2 и потом просто выкидывать его приходится что-то если дома делать какой-то мини тренажерный зал лучше брать хотя бы среднее качество иначе удовольствие не будет приносить вы искать и очень активно ведете свои социальные сети потому что я думаю вы там заняты за одну тренировку постите больше там тех же stories чем большинство атлетов за месяц наверное возможно и за год там не знаю ты на велосипед сел там уже с 30 фотографий расскажи как ты пришел к тому что соцсети это обязательный инструмент на который нужно уделять внимание опять же например многие это воспринимают что например чтобы получить какой-то контракт мне нужно вести соцсети да то есть слово нужно уже само по себе у нас не было так что это нужно то есть тебе это если тебе нравится и степи тебе это тоже приносит какое-то удовольствие не знаю назовем это хоббитом это будет классно у нас то было именно так то есть нам понравилось и у нас вообще изначально был 11 грамм на двоих это еще там совсем я смеялся над ним это в назове фейсбук тоже был екатерина дмитриевна это пока стоящий на понимаешь что не понимаешь как будешь месяц до 9 там напишешь там не знаю там подсчетом как там да но было тебе ради ответит угол так извини было такое время но на самом деле с брендами немножко отвлекусь этой темы например когда с редбулом с тем же мы подписывали контракт да то есть redbull наш российский хотел нас двоих а международный например смотрел на это все немножко по-другому и говорю что кого-то одного подписать то есть но и вот это единственный контракт который был такой вот вообще всегда нас хотят вдвоем подписывать потому парам это и возможно с этим было связано изначально то что у нас вдвоем был но это как бы давно было в общем подробно дома бы только один человек был пила другой до 2 водичку осталось да но слава богу все нормально сложилось да но относительно от соцсетей то что и поэтому просто это нравится и ты это делаешь не потому что ты должен для кого-то что-то ты это дело в первую очередь для себя в общем мы когда квартиру делали идея была как бы немножко гор сюда перенести и по его вот бревно вот камень как бы вон мог прямо тренировки с леса принес все можно отсюда и будем выдвигаться кухня здесь тоже ну стилистика в принципе везде одинаковая сохранена кухня на самом деле это самое важное для атлета так как результат готовка по которой приносит кайф и весь этот процесс и это необходимо для восстановления все питание все равно мы больше нацелены на то что делать вкусно делать полезно и все это с любовью с душой здесь проводим достаточно много времени да да вообще очень важно просто ну питание как это во первых выглядит эмоциональный фон до твоей до второе что это очень важно правильно питаться потому что многие там надеются ищут какие-то там волшебные таблетки или еще что-то забывая главном о том что самое основное это питание и сон и третье там уже тренировочный процесс и мы за питанием стараемся следить и немного бегать я поэтому такой толстый иногда на велостанок слезать много в духовке готовим это самое любимое что сделано ну как бы электролюкса у меня до этого никогда не было и здесь как бы она многофункционально здесь прекрасно быстро все готовится вообще-то очень полезно на пару готовить его например там когда такие штуки называются все такое из еды покажите это же самое главное что вы едите сейчас откроется шкаф и там будет куча макарон да это вот я помню материал когда делали с димой он говорил я макароны вообще не ел но на самом деле макароны разные мы нашли кстати да вот нашли макароны чечевичные в общем чечевичные из пол бы есть да вот 25 граммов протеина на 100 грамм белок это все не доедают поэтому вот в принципе вот у нас много макарон они такие прям полезный хлеб цельнозерновой то есть мы до этого ч креп не ели сейчас в россии там стал появляться хороший цельнозерновой хлеб он сильно отличается то есть это прямо даже круче макарон прямо цельное зерно там там семечками все то есть очень вкусно и можно полезно питаться здесь что у нас ну и здесь вот например вот пульца которые купили в австрии который я сказал что в австрии съем вот уже полгода почти съелся крупный план нет это серьезно для гостей как бы но ты приехал сейчас тебя накормим как бы не орехами что кормить пельмени коньяк и так первое что мы видим это мельгама это у меня это у меня сына болела врач прописывал ты рассказывал что ты ничего не употребляешь из такого я не употребляю не серьезно ну как бы сенсуале два года уже стоит а мельгама стоит с февраля феврале мне совсем было хреново с мышцами не прописывали да редбульчик это как бы стараемся после больше если честно ну по фруктам да здесь как бы многому кушаем и на самом деле многие говорят нам дорого недорого ну блин и яблоки стоит от 30 рублей перекрестка это вот прям вот вообще тебя ждали но это с эльбруса видишь по-честному как бы такое пьем вообще очень редко потому что просто не хочется из мяса вот индейка то есть постоянно как и диетическое мясо грибы да ну что здесь овощи да рыба если шуток то по-честному какую-то плохую виду типа вообще едите чипсы какие-то конечно не едим конечно но вообще все что можно прямо себе позволить на самом деле этой планки до после гонки позволяешь себе все то есть там торты всякие такое ну а тортов не охота потому что наедаешься гелий гелий бывает иногда захочется нам знаешь хорошие какой-то вот там колбасы которые знаешь такая тоненькая там сухая это после гонки когда совсем там или можешь там не знаю там у меня так был он при прошлом году мы ехали в машине ничего не было нам в пакете в стартовом давали сыр и там прям сыр граммная на 500 я прям без ничего 5 сыр после гонки и вообще как бы бывает после ультра настолько вырубает но так понимаешь привыкаешь кушать так мы кушаем так уже просто потому что для привычка не потому что там ты гонки готовишь чтобы стать сильнее конечно там чтобы восстанавливаться там лучше но уже привыкаешь и нет такого что ой мне сегодня охота пойти там не знаю бургер съесть или еще что-то да и можно и бургер сесть на зернового хлеба в раз совсем там такую еду там ну не и уже неприятно здесь тоже можно посмотреть здесь на самом деле то что говорили про горы хотела стилистика гор и не хотелось много ярких цветов но здесь все таки мы решили за головой открывать тоже бревно там слэп и сзади горы это вот с хайк трейл очень много одинаковых просто в разные годы то есть эти птички вот тоже чемпионат мира по трейл раннингу проводил в португалии вот с этой гонки да ну очень здесь как бы про каждый кубок каждая история наверное самые вот это вот конечно свети имби потому что ведь извините у нас главная гонка вот у нас три кубка например там ультра перенеи да то есть здесь вот все это не делают например там колокол он весь такой вот такой стилистика очень да такой антураж нам нам примут прямо ненормально не все то есть здесь мы опять же тоже вставили которые нам нравятся больше то есть ну и вот я говорю там тот же там марафон думал он вот эти вот чуваки это только вот призером дают на разных гонках просто в разные годы участвовали поэтому их очень много кубки но нет такого что то есть есть же память да он каждый кубок дорог но но на самом деле все равно важнее на те эмоции которые уже получил там на гонке и воспоминания все там сейчас там все равно там фотографии видео и так далее даже если этот кубок пропадет мы не знаем что и не так будет обидно чтобы ты какие-то 5 советов дал человеку который вот спортсмен понял что все-таки блин надо все таки рассказывать про как я выступаю самое главное это понимать вообще как бы структуру инстаграма в чем разница то есть знать что есть stories stories есть лента и разница в том что многие просто начинают потом говорят есть инстаграм да нужно постить фотографии закончили смешку стулья продолжаем и относительно начинают например там в ленту все подряд не пойми что постить да даже если только только вот только вот завел себе instagram в принципе там допустим это на начальном этапе две фотографии в день но не должно быть так что у тебя пять красивых фотографий их можно сделать так чтобы полистать ну галереи до галереи сделать их не обязательно многие начинают просто вот одну за одной одну за одной от таких людей сразу хочется отписаться потому что но есть какой-то этикет наверно да можно ну да грамма да и самое главное знать об этом то есть стоит можно или stories можно очень много то есть в день там ну 10 тоже больше 10 мне кажется тоже начинать немножко раздражать за слишком много то есть там stories быть до 10 второе это обязательно все это должно быть красиво и опрятно да я говорил то что такой внутренний мир но все равно не нужно например там пробежал гонку натер мозоль сфотографировать крупным планом и выложить то мозоль потому что кто-то себя пожалеет сожалеет но это неопрятно например и разные контингент на это смотрит и если все-таки человек хочет чтобы он был интересен брендом он должен вызывать интерес как бы ну больших массу и это все должно красиво и опрятно третье это как бы твоя лента да то есть но это stories он пропал своего не сохранил и все а лента это это как бы не знаю твое портфолио можно так сказать на и это все должно быть то есть ты сегодня выложил такую фотографию ты бежишь например там во всем там черном до в экипировке и ты будешь следующие 10 в этом же только в другом ракурсе выкладывать но это не очень хорошо то есть это все должно быть сочетаться не противоречит друг другу то есть должна быть красиво когда ты открыл профиль до или фотографии они нормально накладываются друг на друга четвертое это конечно же подпись посту здесь тоже это смотря какую-то стилистику там выбрал мы не знаю чем-то рассказываешь да но это не должно быть очень много потому что когда это очень много это ты один раз прочитаешь может быть 2 раз прочитаешь на инстаграм не для этого для этого есть facebook например там где можно написать много почитать там еще другое что-то ну и вконтакте тоже да 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 инстаграм все-таки опять же наверное тоже можно катик эту инстаграм отнести да то есть здесь должно быть достаточно четко в принципе информативно и что постоянно интересно хотелось читать здесь можно выиграть более-менее средненькой фотографии интересной там подписью фотографии до либо просто должна быть супер красиво фотографии ты просто там я в горах написал и всем это нравится 5 давай наверно скажем про хэштеги да но нет на самом деле хэштеги добавляют активность но если их опять же посту еще прикреплять то есть хэштеги которые если у тебя уже есть контракты тебя конечно же бренды могут твои хэштеги то есть поэтому их может набраться много но это не должно быть то есть нужно понимать для чего это и что это такое хорошо то есть ты сейчас говоришь про то что там не знаю не нужно делать хэштеги там фото в за дэй ну да ранен да это все более не на если если гонку пробежал какой-нибудь там да любую там adidax там спорт морфон трилл ты этот хэштег их оставил ну это типа красивенько ну то есть в принципе инстаграм наверно год назад сделал так что можно подписаться на хэштег и это многие используют и как раз чтобы там пришли к тебе люди да не могут увидеть его по хэштегу если у тебя интересно красиво если они подписаны это хэштег они подпишутся на тебя или то есть хэштеги конечно же в инстаграме актуально и они охват то есть ну процентов 30 охвата добавляет если нормально все это сделано хорошо прописано их не должно быть очень много они должны быть реально со смыслом все как то